Не мною писаны скрижали, но есть на шее голова. Права ли женщина, всегда ли, или, может, не всегда права. Не стоит объяснять Китаю, что их стена от них забор. Я очень часто вспоминаю один давнишний разговор, в котором, не хотя скандала, но провоцируя скандал, На папу мама нападала, а папа сдержанно молчал, и из него она клещами тащила редкие слова. А я сидел, давился щами и точно знал, она права. В его молчании я видел лишь то, что слышалось в словах, что он неправ, что он обидел. Я точно знал, молчание, страх, молчание, бегство, поражение, молчание, трусость, наконец. Мой папа проиграл в сражении. Теперь я сам давно отец, и было много разговоров, обид пропущенных голов, Проигранных в молчании споров, не сказанных в молчании слов. Не стоит объяснять Китаю, что их стена от них забор. Но я все чаще вспоминаю тот самый первый разговор, где я сидел, давился щами и ничего не понимал. И за окном щеглы трещали, и за столом отец молчал, и на стене часы стояли, и убежало молоко. Права ли женщина, всегда ли? Всегда, но это нелегко.